В период с 15 по 17 декабря на территории города Владивостока проходили учебно-методические сборы по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС в Дальневосточном федеральном округе в 2021 году и постановке задач на 2022 год. Наша основная задача, которую мы поставили на сегодняшний день, это все-таки предупреждать. Предупреждать и гражданам, предупреждать и руководство, предупреждать субъекты Российских Федераций о тех угрозах, которые могут быть. Для этого мы создали системы предупреждения. Это космический мониторинг, это применение масштабное беспилотных авиационных систем, это использование архивных данных. И если говорить о этом годе, конечно, чрезвычайная ситуация федерального уровня у нас была введена в четырех субъектах. В Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Это связано с циклонической деятельностью, с большой водностью Амура и его бассейна. В течение года силы РСЧС Дальнего Востока реагировали на происшествия более 87 тысяч раз. В текущем году была проведена ликвидация последствий 54 чрезвычайных ситуаций, что на 26% меньше показателя 2020 года. Совместными эффективными мерами удалось достичь снижения на 50% количества чрезвычайных ситуаций природного и биолого-социального характера. В сравнении с прошлым годом на 18% уменьшилось количество пожаров. Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям в этом году отмечается сокращение числа происшествий и погибших на них людей. Такая работа и Министерство по делам чрезвычайных ситуаций Российской Федерации основана на реальной практике, на тех реальных проблемах, которые возникают в период чрезвычайных ситуаций. И принятие решений на государственном уровне помогает их совместно решать, помогает населению быстрее и легче получить помощь и быстрее приступить к аварийно-восстановительным работам, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Не остался без внимания и вопрос применения передовых технологий в работе Дальневосточной РСЧС. В этом году была опробирована методика по организации подготовки и прохождения паводкоопасного периода с использованием технологии искусственного интеллекта, данных систем космического мониторинга, беспилотных авиационных систем, массивов данных федеральных органов исполнительной власти. Активно идет оснащение современной техникой. Мы выполняем и другие задачи. Облегчить работу гражданина. Это подтверждение зоны ЧС, это подтверждение его прописки, чтобы упростить, убрать бюрократические барьеры, все это перевести в цифровой формат, в разы сократить время на оформление и подтверждение документов, на право гражданина получить материальную поддержку от того ущерба, который приносит стихия. В ближайшие два дня участники учебно-методического сбора проведут занятия по обмену передовым опытом в работе и пожарно-тактические учения, в ходе которых отработают готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Новости на Восьмом.